Здравствуйте и добро пожаловать на портал невроза мегаполиса. Располагайтесь. Вы попали на лекцию очередную по неврозам, тревожно-фобическим и паническим расстройствам. Меня зовут Алексей Красиков. Собственно говоря, наверное, вы уже в курсе. Ну, для тех, кто не в курсе, я психолог-консультант, когнитимо-аналитический психотерапевт. Обо мне можно узнать на моем сайте, посмотреть материалы, документы, сертификаты, если они вам нужны и так далее. Сегодня об этом чуть поговорим, поэтому я немножко об этом сказал. Тема сегодняшней лекции ипохондрия в тревожно-фобическом расстройстве. И вторая часть лекции это такая интересная история, что ли, для моих уже продвинутых клиентов. Первая часть будет, наверное, для общей массы зрителей, вторая часть для более продвинутых. Вторая часть будет называться невроз хорошего человека. Ну, я так назвал это. Как назвал, так назвал, короче. Так вот, говорить будем об апохондрии. Что же такое апохондрия? Не буду вдаваться в разные медицинские определения. Вы их можете посмотреть в гугле, в яндексе, как говорится, в элком. А суть эпохондрического расстройства можно описать следующим образом. Человек постоянно ищет в себе то или иное заболевание. То он боится умереть от сердца, у него кардиофобия, то он боится найти в себе онкологическое заболевание, то он у него давит здесь, то давит здесь, то у него рак, то у него это, то у него инсульт, то у него инфаркт. И многие клиенты говорят, что симптомы странствуют. То я боялся за это, потом я перестал за это бояться, теперь я боюсь за это, потом я боюсь аллергии, потом я боюсь умереть от этого, потом я боюсь умереть от этого. В общем, если вам это знакомо, знакома такая история, что постоянно смещается акцент фобии, постоянно смещается акцент тревоги. Вот я сейчас буду вам об этом рассказывать коротко и ясно, постараюсь сделать это просто. Чтобы это понять, не нужно иметь трех высших образований, надо просто меня внимательно послушать. Почему я пришел к такой теме сегодня? Потому что огромное количество людей в ВКонтакте, в почте, бог знает где, там кто меня находит, задают примерно одни и те же вопросы, я хочу сегодняшние лекции на них ответить. Потому что, честно говоря, каждый день отвечать одно и то же общим зрителям сложно. Когда со мной работает системный клиент, мы быстро к этому приходим и идем дальше. Я уже рисовал вам эту схемку, да, но я ее сейчас повторю. В основном вас беспокоит то, что на поверхности. Это приступы паники, это приступы тахикардии, подъем артериального давления, дисфункция кишечника, синдром раздраженного кишечника и СРК, какие-то мысли, фобии и так далее. А имейте, пожалуйста, в виду очень важный момент, что то, что я сейчас перечислил, это так называемая верхушка, которую вы видите. И многим людям кажется, что суть их проблемы заключается исключительно в панических атаках, исключительно в кардиофобии, исключительно в самочувствии и, например, в какой-нибудь фобии умереть от сердца. Или у него проблемы с синдромом раздраженного кишечника. Работая с этими проблемами, во-первых, про паническую атаку. Нет терапии панической атаки как таковой. Многие ищут, в гугле забивают, еще где-то лечение панических атак. Кто-то постулирует о том, что он лечит панические атаки. Но на самом деле лечение панических атак сводится к информированию. То, чем занимается ваш покорный услуга, многие мои коллеги, знакомые, мы занимаемся по большому счету информированием населения о том, что такое паническая атака. Так что же такое паническая атака? Паническая атака – это не что иное, как здоровая, естественная, природная реакция организма в состоянии, где он боится за собственную жизнь. Чего же боится наш клиент? Наш клиент испытывает вегетативное напряжение, которое проявляется всевозможными вегетативными феноменами. Застучало сердечко, поплохело, закружилось, спазмировало ноги, онемели ноги. Ему начать казаться ошибочно, что те феномены, которые с ним происходят, это какая-то приступообразная надлегающаяся смерть. Ну, в голову приходит, прежде всего, инфаркт, инсульт или просто у души и скоропостижная смерть. Так в чем же фишка лечения панических атак? Фишка лечения панических атак заключается в том, что клиента достаточно информировать о том, что паническая атака – это острый испуг, замешанный на инстинкте самосохранения с выбросом адреналина. Этим занимаюсь я уже много лет, посмотрите все мои видео-лекции и в начале, в середине, там в конце, об этом очень много сказано. Лечение панических атак, как таковое, сводится к информированию пациента о том, что у него сначала возникает вегетативное напряжение, потому что у него это напряжение невротическое уже сформировано, либо он его сам создает страхом ожидания, что с ним что-то произойдет, например, на улицу. Вы завязываете шнурки, и вам надо идти в метро, а у вас уже в метро что-то было. И вы, завязывая шнурки дома, уже настраиваете себя на то, а не будет ли там так, а не будет ли там сяк, а я вообще доеду, а может быть я не доеду, ну и так далее. Таким образом вы создаете тревогу. Тревога и беспокойство проявляются ознобом, потливостью, тахикардией, подъемом артериального давления. Проще говоря, все вегетативные феномены, которые вы испытываете, не являются патологией, они являются естественными. Вы же не говорите, когда вы сдаете экзамен, что вас потеют ладошки, у вас тахикардия, вас тянет в туалет, что с ВСД. Вы говорите, я тревожусь. Но почему-то, когда вы едете в метро, с уверенностью о том, что вы можете умереть от какого-то там приступа, вы не говорите, что вы тревожитесь, вы говорите, что вас кроет. Вы же не говорите, что вас на экзамене кроет. Потому что вегетатика, что вы тревожитесь на экзамене, что вегетатика, вы тревожитесь о том, что с вами случится, что на улице далеко уходя от дома, она одинаковая. Поэтому никто и не умирает. Потому что на экзамене никто не умирает, и от панических атак никто не умирает. Проблема в том, что тревога на экзамене имеет определенную шкалу. Вы тревожитесь, у вас вегетатика мобилизирована, всё обычно, а паника – это острый испуг этой мобилизованной вегетатики. Соответственно, кому надо поподробнее, посмотрите лекции, там предыдущие об этом сказано. Поэтому терапия панических атак сводится всего лишь навсего. А. Конформирование о том, что это такое. Б. К нарисованию схемы напряжения, мыслей, испуг, адреналин. Там это всё есть на канале, тоже посмотрите. Агорафобия, как работа с изолированной фобией, сводится к тому, что человек считает, что у него есть какие-то там приступообразные состояния, которые от него не зависят. И они происходят на улице. Но на самом деле агорафоб прекрасно, точнее он не понимает то, что он, идя на улицу далеко от дома, сам убеждает себя в том, что если он пойдёт далеко от дома, у него есть какие-то приступы, которые его накроют, и вот таким образом он создаёт свою тревогу. А потом эту тревогу ощущает, считая, что с ним что-то происходит. Поэтому, дорогие мои новички и зрители, вегетативное напряжение, которое с вами происходит, вас не убьёт, с ума не сведёт. Это всего лишь навсего естественное вегетативное телесное проявление тревоги, страха и беспокойства. Если вас укусил камар и вы начнёте думать, что ой, блин, а вдруг он малярийный, а вдруг унято вирус ВИКа, а вдруг аллергия, а вдруг это, а вдруг кто, вы испугаетесь. У вас будет паника, потому что вас укусил камар. А не потому, что вас укусил камар, а потому что вы подумали о том, что с вами может быть, если вас укусил камар. То же самое. Вы едете далеко от дома, и вы думаете, а вдруг со мной сейчас тут, а я далеко в машине, никто не поможет. Вы тревожитесь и паникуете. То есть вы создаете сами тревогу, создаете сами панику, считая, что вам что-то угрожает, а вам не поможет. Подробнее об этом в предыдущих лекциях, как говорится. Это про паническую атаку. Поэтому терапия панической атаки не существует. Существует объяснение, информирование и такое небольшое наставление клиентов к тому, чтобы он пошел на улицу, справился с этим приступом паники. Потому что суть заключается в том, что люди говорят, только бы у меня не было этого приступа паники. Потому что он типа опасен. На самом деле, стоя человеку прожить несколько раз приступ паники осознанно, он понимает, что да, паника, да, страшно, да, неприятно, но черт подери, что-то я не умираю. Оказывается, это преодолимо. И может кажется, что каждая паническая атака станет последней в его жизни, но многие годы люди паникуют, а ничего. Я уже говорил о том, что вы можете испытывать сотни панических атак в день, ничего, кроме дискомфорта, вы от этого не получите. Никто не умрет, с ума не сойдет. Соответственно, о терапии панических атак, в кавычках, да, смотрите чуть раньше. Сегодня мы будем говорить об ипохондрии. Ипохондрии. Уже говорил чуть раньше, ипохондрия – это симптом, это жалоба клиента, когда симптомы тревожного объекта постоянно смещаются. Так что же с вами происходит? Почему смещается такой симптом, да? Почему смещается то одно, то другое? Значит, объясняю сложные вещи, попытаюсь просто. Что такое невроз? Вот с точки зрения психотерапии, да, стандартной. Невроз – это телесное, эмоциональное и поведенческое проявление беспокойства. Проявляется беспокойство различными клиническими феноменами. По телу это проявляется дисфункциями, тухикардия, кишечник, нехватка воздуха, озноб, рялость, астения и так далее. Это мы называем в медицине функциональные неврозы или функциональное проявление. Эмоционально и мыслительно это проявляется в виде тревоги, фобий и фактических хватаний всяких объектов, которые вы можете тревожиться. То за сердце, то за онкологию, то еще за что-то, да, и так далее. Ну и поведение – это всевозможные странные поведенческие реакции, избегание, изолирование, изоляция, проверка, пересчет, смещение своего внимания на какие-то действия и так далее. Все это проявление невротического расстройства. То есть, если взять все ваши жалобы, жалобы, они вытекают из одной простой вещи. Из невроза. Что же такое невроз? Невроз. И это... Я уже об этом говорил ранее, но давайте я вам напомню, потому что вопросов очень много. Суть заключается. Представьте себе бутылку шампанского, которую вы встряхнули. Представили? Что образуется в бутылке шампанского, когда вы ее встряхнули? Образуется внутреннее давление. Потому что там пузырьки и углекислого газа высвобождаются, создается давление. Создается внутреннее давление на стенке бутылки. Вот примерно то же самое можно объяснить с неврозом. Человек, который находится в состоянии эмоционального дистресса или невротического расстройства, имеет внутреннее огромное напряжение или давление. Сейчас объясню, откуда оно берется. Это давление естественным, природным путем должно куда-то выйти. Потому что если у вас внутри много тревоги и много напряжения, оно должно куда-то сублимироваться. Так вот, первое, куда сублимируется это давление, это тело. Таким образом вы испытываете тахикардию или гетатику и так далее и тому подобное. От этого не умирают. Это просто проявление этого напряжения. Второе и самое главное, что вот в этом вот давлении и напряжении основы невроза является тревога. Или беспокойство. Но она, самое что интересное, пока еще ничем не окрашена для нашего пациента. Это просто общее внутреннее напряжение и тревожность. Предположим, ваша тревога равна 100 кг. Ну, предположим. Чем выше уровень вашей внутренней тревожности и напряжения, благодаря вашему невротическому состоянию, тем больше эта тревога должна куда-то будет слиться. Именно поэтому большинство наших клиентов абсолютно все равно, чего боятся. То он боится этого, то он боится того. Он сам понимает, что это нелепо. То ему мыслики в голову лезут, то он придумал себе другую страшилку. Почему? Объясняю. Внутреннее напряжение должно куда-то материализоваться, если хотите. То есть, вот эти все эпохондрические фобии, то сердце, то кишечник, то голова, то онкология, то задохнусь, то умру от аллергии, то умру от этого. Поэтому вот эти все штуки, которые вы постоянно в себе находите, это не что иное, как материализация внутренней тревожности. Проблема в том, что наши клиенты не понимают вот этого момента. Они говорят, Алексей, у меня вот вегетатика, и у меня постоянные фобии. То эти, то эти, то эти. И вот это меня все замучило. Многие коллеги делают классическую ошибку. Они пытаются лечить функциональное состояние и пытаются лечить различные изолированные фобии. Допустим, у вас получилось справиться с кардиофобией. Допустим, у вас получилось справиться с агорофобией. Допустим, у вас получилось справиться еще с чем-то. Но на самом деле потом будут все равно формироваться другие фобии, другие беспокойства по разным поводам. Потому что с основной причиной напряжения никто не работает. Поэтому это всё у вас либо возвращается. Почему возвращаются паники, почему возвращаются фобии? Потому что объяснив вам концепцию общего, что это не опасно, даже если у вас не будет паники, не будет агорафобии, всё равно это напряжение будет куда-то сливаться. Понимаете, напряжение из тела, напряжение, простите, из психики, вот это вот, оно будет куда-то сублимироваться, оно будет цепляться за разные ваши фантазии. Что-то где-то прочитали, зацепили за это. Где-то посмотрели новости, зацепили за это. Где-то кто-то что-то сказал, зацепили за это. Почему? Потому что чем выше уровень напряжения в невротическом расстройстве, тем больше это будет сублимироваться всевозможные придумки. Потому что страху и тревоге нужно куда-то вылиться. Да. Поэтому оно и выливается всевозможные фантазии, придумки и так далее. Поэтому на форуме огромное количество людей занимаются обсуждением вот этого. А у этого у кого? А это у кого было? А это у кого было? А это у кого было? А это так? А у меня вот так? А у меня так? Они вот здесь все. Они не понимают, что уровень их тревожности за здоровье, за поведение обусловлен их внутренним напряжением. Откуда же возникает это самое внутреннее напряжение, которое потом начинает материализоваться во что-то, чтобы просто слиться? Оно возникает потому, что у человека формируются изначально неверные стратегии в жизни. Проще говоря, у человека в определенный момент жизни происходит определенное обстоятельство. В семье, в работе, дома, в реализации. Проще говоря, какие-то жизненные обстоятельства. Работа, жизнь, кто-то от кого-то ушел, кто-то умер, кто-то родился. Неважно. Эти жизненные обстоятельства, по большому счету, обычны. Они не являются каким-то из ряда вон выходящими. Поэтому вы вот здесь изначально это напряжение не понимаете, откуда оно возникло. Потому что на самом деле у вас не происходило ничего в жизни необычного. Но есть кое-что необычное. Необычное – это ваша реакция на эти обстоятельства. Потому что вы начинаете смотреть на эти обстоятельства неэффективно, как мы говорим, иррационально. Именно ваше отношение к обстоятельствам жизни, которые происходят у вас, и вызывает затем вот это самое напряжение. Которое затем будет проявляться телесно и будет проявляться всевозможными сублимациями беспокойства. Проще говоря, если у клиента есть внутреннее беспокойство по поводу работы, по поводу отношений с близким человеком, по поводу планов реализации, и это беспокойство из-за его отношения к этим обстоятельствам сформирует напряжение. А это напряжение будет выходить в тело и всевозможные фобии и навязчивости. Вот это и есть невроз. Понятно? Вот я надеюсь, я вам объяснил, что спрашивать у меня, а как лечить СРК, а как лечить кардиофобию, а как лечить страх там задохнуться, а как лечить страх сойти с ума. Ответ будет всегда один и тот же. Надо лечить твое отношение к жизненным обстоятельствам. Потому что вот именно ваше отношение к жизненным обстоятельствам и является главной проблемой, которая создает то самое напряжение. Бывает так, что человек, кто занимался у психотерапевта, ему стало легче. Но если вы не доработали определенное отношение к обстоятельствам жизни, могут случиться обстоятельства, на которые вы опять посмотрите по старым граблям, напряжение поднимется, у вас опять проявится вегетатика и всевозможная тревожность. Это логично. Поэтому если у вас есть вегетатика, если у вас есть всевозможные фобии или какие-то беспокойства, знайте, что лечить вот это не нужно. Искать лечение. Надо задать себе вопрос. Что за обстоятельства жизни происходят в моей, простите, жизни? И как я к ним отношусь, создавая свою тревогу? Вот это все является объектом психотерапии. Это понятно? Аллилуйя. Но все было бы очень просто, если бы мы ограничивались этим. Но есть другие вопросы, которые хочется вам осветить. Вот так вот просто сказать. Ты относишься к обстоятельствам как-то неправильно, создавая свое напряжение, которое потом происходит. Это правда. Но вот этот момент, он очень сложный. Потому что именно вот здесь и формируются личностные расстройства. Почему человек вот именно вот так смотрит на жизненные обстоятельства, формируя тревогу? А вот здесь у каждого пациента будет своя история про то, как он смотрит на жизненные обстоятельства. Могу вам рассказать два терапевтических случая. Один я назвал невроз хорошего человека. А другой просто расскажу о том, что такое личностные расстройства и что такое неврозы. Вот здесь это все. Если человек воспитывается в семье, в которой, допустим, постоянно кричат на него, постоянно его осуждают, постоянно его унижают, постоянно вламываются в его личное пространство, говорят, что делать и как. Бывает так, что поведение родителей фактически создает некую беззащитность у ребенка. Мы называем это разрушенной границей. Например, постоянно мама, которая постоянно лезет в жизнь человека. Мама постоянно, которая очень тревожная, пытается помочь своему ребенку. Она проламывает границы определенным образом. И ребенок потом вырастая ощущает хроническую тревожность, потому что он нецелостный. Он выходит на улицу как будто голый, он не может взаимодействовать с людьми, он не может взаимодействовать в социуме. Именно поэтому возникает внутреннее напряжение, потому что он смотрит на этот социум уже изначально вот так вот. Вот так вот он живет в социуме. Бывают такие расстройства. И это напряжение, эти клинические симптомы, которые не являются главными, вообще не являются главными. Это отражение того, что он очень тревожный из-за того, что он на самом деле находится практически с проломленным чувством собственного «я». У него нету границ. Он постоянно проломлен, он постоянно ожидает, что что-то случится. Что кто-то либо его ударит, либо его осудит, либо он априори уверен, что он какой-то не такой, он какой-то неправильный. И все, что ему приходится делать, он изначально рассматривает в парадигме «а я вообще нормальный, а у меня получится, а если меня осудят, а если кому-то не понравлюсь, а он на меня посмотрел, а вдруг он меня осуждает». Это и есть невротические расстройства. Их много. Всех вам, если я буду все истории перечислять, почему такое происходит, не хватит, я не знаю, года, наверное, потому что их много. Второй вариант. Сегодня занимались, я обещал своей клиентке снять об этом видеоролик, посвященный ей. Я этот случай назвал «невроз хорошего человека». Как же выглядит невроз хорошего человека? Это клинически называется неврастения. Но я хочу рассказать о том, что немножко поглубже стоит. Те же самые вегетатика, те же самые фобии, те же самые беспокойства из-за того же самого внутреннего напряжения. А внутреннее напряжение вызвано тем, что ребенок воспитывался постоянно в определенной среде, где ребенок научился понимать, что любить его и уважать можно только за какие-то дела. Если я чего-то делаю, то я чего-то стою. Если я чего-то не делаю, то я не стою ничего. Такой ребенок себя любит только за какие-то галочки. Он убежден в том, что его любить можно только чего-то делая. И моя клиентка постоянно активна на работе. Она постоянно выходит за всех на работу. Она постоянно готовит. Она постоянно стирает. Она постоянно моет квартиру. Потому что она не может остановиться. Потому что ей кажется, что если она остановится, то ее любить не за что. И она полное ничтожество. Её сын подрастает и потихонечку начинает сваливать из дома. Её тревожность нарастает. Почему? Потому что у неё на самом деле не проблема с ВСД и с паникой. У неё проблема с тем, что у неё поднимается внутреннее напряжение из-за того, что отсутствие дел, готовка сыну, уборка за ним, какие-то дела, они у неё скоро уйдут. И она понимает, что если он уйдёт, как же я буду жить тогда? Я же никогда никчёмная женщина. И вот тут начинаются все эти самые напряжения, которые проявляются вегетативно и эмоционально. Невроз хорошего человека заключается в том, что она очень хороший человек. Она для всех старается. Она старается всем помочь. Она потому, что она считает, что за это её вообще можно любить. И она вообще тогда имеет право быть на этом свете. Отдохнуть она не может. Знаете, как такие пациенты у нас отдыхают? У нас такие пациенты отдыхают в таком случае. Иван Сергеевич, вы знаете, я сегодня не смогу прийти на работу. Я в реанимации. Это примерно так выглядит. То есть, вот эти самые вегетатики и вот эти самые фобии и самочувствия являются оправданием для того, чтобы она наконец-то отдохнула. Я сегодня не могу выйти на работу, потому что я вот в больнице. То есть, они остановятся и дадут себе право на отдых только тогда, когда они совсем лягут и их вперёд ногами вынесут. Потому что в предыдущих вариантах она говорит, я должна готовить, я должна работать, я должна убираться, я должна быть такой, иначе я... И тогда я хорошая. Если я этого не делаю, то я плохая. Вот так выглядит невроз хорошего человека. Конечно, лечить такого пациента приходится следующим образом. Надо научить такого человека отдыхать. Любить себя. Делать себе подарки. Понимать, что любить её можно без всяких там стирок готовых, глажек, заслуг и так далее. Это долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому, если вам кажется, что терапия невроза сводится к терапии панических атак и объяснение о том, что это не страшно, это детский сад и глупость. Потому что на самом деле терапия невроза сводится к изучению клиента, как этот клиент вообще понимает мир, как он понимает жизнь, как он понимает многие обстоятельства, что вызывает такое напряжение. Я надеюсь, вам было сегодня интересно и что-то вы для себя отсюда вынесете. Последнее, что хочется сказать, в эту субботу, 22 мая, вечером будет онлайн-трансляция с президентом Ассоциации Когнитинно-Поединической Психотерапии. Мы будем в этом самом кресле вдвоём рассказывать вам о неврозах и депрессиях, о практической части терапии вот в этом моменте. Рекомендую вам прийти на сайте и на ВКонтакте, есть вся информация. Рекомендую вам посетить эту трансляцию, она будет онлайн, каждый из своего города сможет её посмотреть. Что ещё? Будут семинары и так далее. Но об этом всё позже я скажу. И последнее. Недавно работал с одной клиенткой, рассказала мне грустную историю о том, что она занималась с психологом, с психотерапевтом, во всяком случае, как он себя назвал. И они занимались в группе. И у кого-то возникли сомнения, как я понял по её словам, по поводу этого человека. Они решили позвонить в институт, в котором он учился. И показал свой диплом то ли на сайте, то ли в группе, я не знаю. Но неважно, я не в курсе этих деталей. В общем, они позвонили в институт, оказалось, что он там не учился. Я вам рекомендую. Поскольку сегодня огромное количество людей, которые хотят поспекулировать на популярной теме неврозов, я не против этого. Блогеры – это хорошо, консультанты – это замечательно. Вы просто, прежде чем заниматься с человеком, не поленитесь, посмотрите его документы, посмотрите его образование. А если уж вам совсем будет невлом, позвоните в институт или в ассоциацию, спросите, учился ли хотя бы там такой человек, и что это за место. Потому что, как выяснилось в этом случае, человек просто подделал свой диплом. Может быть, он говорит какие-то здравые вещи. Может быть, да. Но зачем заниматься изначально вот таким моментом? Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. И второе. Имейте в виду, что психотерапевт и психолог – это человек. Как правило, люди идут в психотерапию и в эту работу, имея собственные проблемы, причем немаленькие. У нас даже есть такая шутка – мы шли все лечиться, но перепутали дверь и пошли учиться. Поэтому, поверьте моему опыту, личному опыту моих коллег, что практически все практикующие психологи и психотерапевты имели или имеют так или иначе свою невротическую проблему. Уровень проработанности собственной невротической проблемы определяет уровень проработанности клиентам. То есть, если человек справился с вегетатикой, с паникой, с агорофобией и так далее, но многие вещи не заработал, скорее всего, он будет эффективен только в ограниченном количестве случаев. Поэтому, имейте в виду, что не все психотерапевты одинаково полезны, как Дмитрий Викторович говорит, не все йогурты одинаково полезны, так и не все психотерапевты одинаково полезны. Потому что это обычные люди, которые не прилетели с планеты Меркурий, это обычные невротики, такие же, как и вы, просто которые пошли учиться вместо того, чтобы пошли лечиться. Поэтому в нашей профессии личная терапия занимает огромное место в образовании человека. Что еще вам можно здесь донести? Как выбрать психотерапевта? Нету каких-то критериев, как выбрать. Старайтесь понимать, что вы чувствуете во время взаимодействия с этим человеком. Насколько вам комфортно? Насколько вы ставите цели, достигаете результатов? Что это за метод? Обязательно поинтересуйтесь. Многие мои клиенты приходят, говорят, я вот занималась, я говорю, каким методом вы занимались? Я не знаю. То есть, четко должен быть обозначен метод, которым вы занимаетесь. Прочитайте про этот метод, изучите его. Бывали такие случаи, когда коллеги даже не могли объяснить, каким методом они занимаются. Старайтесь выбирать методы основные, проверенные, изученные. Избегайте по возможности людей, которые что-то сами придумали. Это мой метод, это моя какая-то концепция. Потому что это может быть концепция и метод исключительно этого невротика, который сам что-то придумал, сам в это поверил. На каких-то данных он зафиксировал какие-то результаты и посчитал, что он изобрел какой-то чудный метод. Но это опять же к вопросу его личной терапии. Поэтому проверяйте дипломы, звоните в места, где он учился или она. Выбирайте проверенные методы, которые входят в основные методы психотерапии. Это когнитинопонимическая терапия прежде всего. Это гештальпсихотерапия. Это всевозможные транзактные анализы. Это всевозможные направления телесно-ориентированной терапии. Все остальные методы тоже помогают. Но понимаете, в чем история? Мне часто спрашивают, какой метод выбрать. Тут даже дело не в методе, а дело в руках, в которых этот метод. Я могу поставить 100 когнитинопонимических психотерапевтов. Они а-ля должны быть эффективны, потому что метод эффективный. Но на самом деле все 100 когнитинопонимических психотерапевтов будут по-разному эффективны для людей. Это зависит от личных особенностей терапевта. Поэтому эффективность терапевта зависит во многом от его личных особенностей. От его способностей, от его интуиции, от его опыта, от его практики, от его глубины проработанности. Они всегда от метода. Поэтому выбирать сложно. Как правило, приходится методом тыка. И последний момент, который хочется вам здесь сказать. Не ставьте крест на психотерапии, если вы где-то с кем-то занимались, вам что-то не помогло. Это лишь означает, что Иван Иванович не подошел вам, и вы не сработались. А вот Сидоров Иван Иванович вам, может быть, подойдет. Потому что психотерапия основывается на личности консультанта. Личность консультанта и личность клиента взаимодействуют друг с другом в этом альянсе. А не просто сухометод взаимодействовать с вами. Понимаете? Поэтому, если вам что-то не помогло, если вы недовольны, это проблемы личности терапевта, а не метода. Окей? Спасибо вам большое. Пересматривайте начало этого видео. Коротко подытожу. Работать с панической атакой, работать с изолированными фобиями, с беспокойством, вот с этими жалобами вашими, бесполезно. Потому что основная проблема – это то напряжение, которое называется неврозом. А неврозом называется ваши личностные особенности взаимодействия в социуме, взаимодействия с собой, взаимодействия с окружающим миром. Именно на стыке взаимодействия социума и вас возникает это напряжение. Почему это у вас возникло там 3-4 года назад, задайте себе вопрос, какие у меня были обстоятельства, когда все это началось. И вы увидите, что были обстоятельства, к которым вы относились определенным образом. А вот научить вас относиться ко многим обстоятельствам более здорово, более самосохраняюще, и есть задача меня, моих коллег и психотерапии. Желаю вам успехов. Ваш Алексей Красиков, невроза Мегаполиса. Скоро будут новые лекции. До встречи. Увидимся в субботу на веб-анале. Приходите, у вас есть уникальная возможность услышать много практической информации. До свидания. Пока.